Селение Осаб расположено в Шамильском районе, в пяти километрах к северо-западу от районного центра селения Хибда. Исторические предания о селе повествуют о том, что на территории нынешнего села Осаб находилось пять поселений, которые объединились в одно селение примерно тысячу лет тому назад в интересах обороны от внешних завоевателей. Название Осаб произошло от слова «Ас», что означает добросовестное отношение и уважение к соседям и к гостям. Как и большинство горцев, сельчане занимались земледелием, животноводством, сеяли хлеб. Многие осабцы, как ученые-арабисты, были известны далеко за пределами села и даже Дагестана. Одними из известнейших были шейхи Шазалийского и Накшубандийского тарикатов Абдурахман Хаджи и Мухаммад Яасуби. Абдурахман Хаджи, родившийся в 1834 году, покинул этот мир во время совершения хаджа в 1905 году. Могила его находится недалеко от могилы прародительницы Хавы в Джидде, в Саудовской Аравии. Устаз Мухаммад Яасуби родился в 1886 году и был репрессирован в 1937. Сидел в дербенской тюрьме, там же умер в 1942 году. Через 17 лет был перезахоронен в селении Верхнее Казанище Буйнакского района, рядом с шейхом Сайфулой Кади. Шейхи Абдурахман Хаджи и Мухаммад Яасуби сыграли огромную роль в распространении тариката на территории Дагестана, воспитании и обучении будущих устазов, ученых-арабистов, а также имамов в Дагестане. В 2001 году на въезде в селение открылся Исламский институт, носящий имя шейха Абдурахмана Хаджи, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук. В нем сегодня проходят обучение 250 учеников. Храбрые ассабцы принимали активное участие в освободительной борьбе народов Дагестана против Надыршаха, а также в войсках имама Шамиля они отличились в боях за Ахульго, Унсукуль и крепость Гиргебель, где многие остались на поле битвы. В годы Великой Отечественной войны из села были призваны более 134 человек. Из них не вернулись более 62 сельчан. Ассабцы были в числе защитников Брестской крепости, обороняли Москву и Ленинград, героически сражались в боях за Сталинград и Кавказ. Сельчане никогда не забудут тех, кто не вернулись с войны, кто отдал свою жизнь за родину. Им в селе воздвигнут памятник павшим в боях за Отечество. На сегодняшний день в селении Ассаб насчитывается более тысячи голов крупного рогатого скота, около трех тысяч баранов. Более тысячи человек проживают в этом прекрасном селе.